Всем здорова! Я тут заметил, что скейтеры ненавидят, когда не выходит новая часть, что ненавидят скейтеры. Поэтому, ребята, встречайте новая часть видео, что ненавидят скейтеры. Поехали! Я знаю, что каждый скейтер ненавидит, когда им мешают самокатеры. Ненавиджу, когда приезжаю на спот покататься, а вместо катания приходится с охраной ругаться. Ты пришел на чужую территорию, чтобы угодно разговаривать? Ты пришел на охранницу, казан русский язык. Нормально общайтесь с людьми. Нормально общайся. Ну, а ща ты трогай. Слышь, ты! Я ща стыкну. Дай сюда скейтеры. Скейтер, да? Ща ти еще, да. Ненавиджу, когда мне не с кем покататься. Привет, не хочешь покататься? Не, чувак, ты со своим пушови-телгребом задолбал. Пока, не хочу. Я ногу подвернул. Бесит стереотипное мышление постсоветского пространства о том, что все скейтеры свиньи. Здравствуйте. А что вы делаете? Она молчит. Но на самом деле она подошла, снимает мусор, который не мы выбросили, а просто положили вещи немножко в стороне. Ну, как бы вот наши вещи, вот мусор. И она думает, что это мы. Только что она мне факт показала. Как и обещал, за гнилыми типами прибрал мусор. Ненавижу, когда очень много детей с самокатера в скейт-парке. Так, где вы эти самокаты? Ненавижу кататься с защитой. Но приходится, потому что безопасность. Но иногда, потому что ни в одном влоге я не катался с защитой. Только в пуле катаюсь защитой, ребята. Потому что там страшно. А в стриту нет. Чувак, я понимаю, что мне еще нужно наснимать много падательного контента. Поэтому никакой защиты в этом видео не будет. Ненавижу, когда столько роллеров заезжают в скейт-парк, когда ты только приехал покататься. И даже не успел этого сделать. Даже встать на доску не успел. Вова, тебя снять? Здравствуйте, Владислав. Скажите, пожалуйста, вы любите кик-клип? Кик-клип. Ты что снимаешь? Ненавижу я кик-клип. Ненавижу. Я календарь. Я календарь. Я думаю, каждого интересовал такой вопрос. А как не зависеть от постоянной работы или от нестабильной ситуации в мире? И уже сегодня можно решить его, став инвестором, не вникая в рынок. И не анализировать курс акций. Можно просто вложиться в надежную и стабильную инвестиционную площадку, которая делает все за вас, а вы просто считаете прибыль. Это площадка Avalon Technologies. И она подходит для любого. Даже школьник разберется. Avalon на рынке акций и крипты уже более 5 лет. И пассивный заработок вполне реален для любого. Уже более 800 тысяч инвесторов по всему миру. И я, как вы знаете, являюсь одним из них. Давайте перейдем в личный кабинет и сделаем новую инвестицию. У меня сейчас на балансе 18 тысяч рублей. Еще 2 тысячи работы, 2 вкладя на 7 дней. И я хочу сделать еще на 5 тысяч рублей вклад на 14 дней. Для того, чтобы получить в итоге... Сейчас вам скажу, сколько. 5 тысяч. Тысячу рублей сверху. За 14 дней вполне неплохо. И это полностью пассивный доход. Создать депозит. Депозит успешно создан. А если ты сомневаешься, можешь просто попробовать. Ведь минимальная сумма вложений всего лишь 100 рублей. И доходность 1,3% в день. Плюс еще бонусы, если ты вкладываешься на более длительный срок. А если сравнить с банком, он дает тебе 5-6% в год. Так что, если ты хочешь нормальный пассивный заработок, переходи по ссылочке в описании на компанию Avalon и регистрируйся. Регистрация очень простая. И этим ты сильно поможешь развитию моего канала. Ненавижу, когда захожу в TikTok, а там одни позеры. Всем привет, я Нотка. Если что, меня так в школе называют. Типа, скоро буду на споте. Ждите. Собрался новый комплитик. Вот такой вот прикольный чехол. Себе зацените еще прикупил. Чел с скейтом Hello Kitty снимает видео в TikTok. Дожились. Смотрите, что купил. Это скейтборд-конструктор от iTrack. Лимитированное издание. Таких больше нет, только одна штука. Но я не понял, где инструкция. То есть вот, все, больше ничего нет. Походу, нужно самому прикладывать. Но, в общем, посмотрим. Сейчас буду собирать. Надеюсь, что получится потом покататься. Пожалуйста, я очень хочу увидеть скейтбординг в TikTok, а не это позерство. Скейтеры, вернитесь в TikTok. А сейчас, что ненавидят мои подписчики по комментариям. Ненавижу дизморалиться от того, что все мои друзья прогрессируют, а я нет. Владос, я научился флим. Да не гони. Я не верю. Покажи. А ты же его уже умеешь, да? Покажи. Ненавижу, когда ты очень сильно устаешь, хочешь попить водички перед дальнейшим катанием. А потом происходит вот это. Жидкость. Жидкость. Да, дай мне один глоточек. На. Спасибо. Я один. Щас, 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 я... Чуть-чуть. Еще немножко. Чуть-чуть буквально. Ой, спасибо, друг, выручил. Все. Лег помнить буду. Не за что. А ну давайте еще пару комментов почитаем. Ненавижу, когда люди начинают ходить именно в тот момент, когда ты решил снять трюк. Ненавижу, когда выходишь покататься, и как только начинаешь раскатываться, начинается дождь. Блин, реально. Ненавижу, когда какой-то позер учит меня трюком. Бля, братан, к тебе что ноги не подъехали? Я могу им позвонить, а не подъеду, тут нормальный флип научатся. Смотри, объясняю. Один раз только, смотри. Щелчковая нога. Вот так, ведущая, вот так. Ну или наоборот, там сам разберешься. И твоя задача вывести вот сюда. Ты понял, да? Красава. Ну ладно, пока. Ну и на этом все. Пишите в комментариях, что ненавидите вы, и мы снимем следующую часть, если наберется 5000 лайков. Если это сделаете быстро, следующая часть выйдет тоже быстро. А если долго, то не так уж и быстро. Потому что с прошлой части прошло 5 месяцев. Надеюсь, что с этой пройдет 5 дней или максимум 7. Поэтому, ребят, вы пишите ваши комментарии, мы будем снимать контент на этот канал, на жизнь скейтера. Ну и всем хорошего настроения. Теперь Семен. Подписываемся на канал, оценим видео, лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok